Туристическая привлекательность региона выросла. Не без удовольствия отметили члены регионального правительства. На очередном заседании состоялось обсуждение долгосрочной целевой программы развития туризма. По итогам 2011 года туристический поток составил около 1,3 млн человек. Это на 10% больше, чем позапрошлым году. По прогнозам, положительная тенденция должна сохраниться. Итоги реализации программы позволяют сделать вывод о том, что туризм укрепил свои позиции в качестве значимой утрасли экономики региона. Стало играть важную роль в социально-экономическом развитии области. И если несколько лет назад упоминание рядом с лохо Ивановской области и туризм могло вызвать недоумение, то в настоящее время регион прочно стал ассоциироваться в качестве туристской дестинации. По статистике, туристы охотно ездили в Плес и тратили там по 8 тысяч рублей в день. Привлекательным для приезжих планируется сделать и центр лаковой миниатюры Палих. В поселке планируется провести масштабные работы по благоустройству центральной части населенного пункта. Разработан проект «Палихская жар-птица». Ведутся переговоры с потенциальным инвестором по вопросу строительства в рамках государственно-частного партнерства современного музейного комплекса в дополнение к имеющимся музейным площадям, в том числе к новому зданию Государственного музея Палихского искусства, строительство которого начато в текущем году в рамках областной программы развития туризма. Особо хочу отметить, что начало строительства нового здания музея получило самые позитивные отклики среди палишан и особенно у членов художественного сообщества Палиха. Во время заседания губернатор Михаил Мень поделился своими впечатлениями от недавней поездки в Палих. «Я что-то здесь проехал через Палих, ночью, правда, ехал, поздно. Что-то меня не впечатлило. Ну, может, еще она не до конца сделана. Улица Ленина ремонтировалась, это кольцо. А, кольцо? Все, понял, 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 понял. Ладно. И подсветку не видел в соборе, на который мы вам средства давали. На этой неделе только закончили, Михаил Саш. Но мы весь путь прошли, то есть все согласовали со всеми, с учетом интереса большого к этому храму. Закончат на этой неделе, а колокольная, она подсвечивается, просто не включаем. Сейчас хотим торжественно открыть уже целиком. Давайте, давайте. На заседании слово дали представителям туристических компаний. Их просьбы свелись к тому, чтобы в городах появились парковки для больших туристических автобусов. А дороги вовремя чистили и посыпали песко-соляной смесью. Нигде дороги были не подсыпаны. Но, кто знает термодинамику, там при определенной температуре лед на дороге особенно скользкий. Вот это как раз были те условия. Вот в 6 часов утра, и вы знаете, это просто была катастрофа. Вот мне, как директору агентства, хотелось сослаться на форс-мажорное обстоятельство и прекратить эту поездку, потому что было крайне опасно везти детей. Вера Уточкина рассказала, что покраснеть перед гостями из Северодвинска заставила недавняя поездка в Плёс. Минувшие выходные город, расположенный на холмах, превратился в каток. Михаил Мень сразу же дал поручение главе администрации Приволжского района. Взбодрите, взбодрите городскую администрацию, пожалуйста, чтобы выходные, когда особый приток туристов в город, да, действительно за этим надо следить. Я понимаю, что там в Плёсе была извечная дискуссия, чем посыпать, да, то ли шлаком, который портит дороги, то ли песком, то ли, знаешь, гранитной крошкой, которая дорогая. Ну, надо вот эту дискуссию заканчивать и решать этот вопрос так, чтобы и внешний вид, и экология не вредилась, но и чтобы люди не бились там. Также на заседании была озвучена проблема нехватки квалифицированных экскурсоводов. Этот вопрос уже стоит на контроле у чиновников. Начать обучение специалистов планируется на базе Плёсского аграрного колледжа. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.